Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в нашей вебинарной комнате. Сегодня с вами я, Людмила, ведущая сегодняшнего вебинара и наша дружная команда Красоты Рукодельной. Ни для кого не секрет, что за работой время пролетает незаметно. За окном зима, снегопады, морозы в юге. Мы предлагаем вам прогнать зимнюю хандру. А чтобы создать себе волшебное настроение, я предлагаю вам присоединиться к нашей дружной компании. Наша конференция продолжается и называется она «Подарки для любимых». Продолжаем готовиться к предстоящим праздникам и готовим подарки для своих родных и близких. Мы сегодня с вами будем создавать резиночки, книжки на хвостики и косички из фоамирана. Создадим с вами оригинальный элемент с минимумом инструментов и материалов. Кстати, по поводу материалов, вы можете их посмотреть во вкладке «Материалы» вверху экрана, найти нужную дату, нужного мастера и ознакомиться со всем списком материалов. А для начала давайте мы с вами проверим обратную связь. Пожалуйста, поставьте мне в чате пятерочки, если вы меня слышите и видите хорошо. А я пока вам расскажу правила общения в нашем чате. Если у вас возникают какие-то проблемы в процессе просмотра мастер-класса, если вдруг пропало видео или звук, не пугайтесь, просто нажмите кнопочку «F5». Страничка у вас должна обновиться и все заново появится. Повтор сегодняшнего мастер-класса вы сможете посмотреть до завтра, до 9 часов вечера по той же самой ссылочке. Она у нас не меняется, можете добавить ее к себе в закладочке и заходить каждый день в 7 часов вечера на очередной мастер-класс. И также хочу вам напомнить, что под этим видео располагаются наши баннеры с предложениями. Первый баннер с предложением сегодняшнего спикера. Второй баннер – это записи текущей конференции. «Подарки для любимых» за 990 рублей для вас. И последний баннер – это записи всех конференций прошлого года также для вас по специальной цене. Можете нажать на интересующий вас, выбрать и приобрести. Но это уже позже, после мастер-класса. Так, давайте я пройду в чат и проверю, что же вы мне там пишете. Ага, отлично, обратную связь я вижу. Спасибо вам большое, Галина, Татьяна. Да, здравствуйте, Анастасия, Нина, Елена. Вам всем большое спасибо за ваши пятерочки. Добрый вечер. Присоединяйтесь, пишите, не стесняйтесь. Обратная связь очень важна для нас с вами. Так, ну что ж. Также хочу вам напомнить, что у нас проходит квест-розыгрыш в определенные дни конференции. Это может происходить не каждый день, поэтому вам желательно присутствовать на всех выступлениях этой конференции. Вы будете получать от ведущей определенную букву. Буква может быть нужная, может быть лишняя. Собирайте все. В конце мы уберем ненужное и составим из него слово кодовое. Первые три человека, которые составят это слово, получат от нас подарки. За первое место это записи всех конференций прошлого года. А за второе и третье записи новогодней конференции в помощь Деду Морозу. Так что участвуйте и выигрывайте. Это очень хорошие призы. Очень много мастер-классов будет у вас в копилке. Ну а сегодня к нам в гости пришла спикер Мерсанова Елена. Она мастер-экспериментатор в создании различных реалистичных изделий из фоамирана и из силикона. И я с удовольствием передаю ей слово. Елена, ждем вас. Вы в эфире. Так, все, я уже подключилась. Надеюсь, меня видно и слышно. Хорошо. Так, девочки, в чате напишите, видно меня или слышно. Так, сегодня мы будем делать... Это у меня некоторые виды вот таких резиночек. Но сразу говорю, что такую идею можно сделать не только на резиночке, а на многое еще что. По мере мастер-класса мы это обсудим. Куда можно сделать не только для девочек, но и можно будет делать для мальчиков, и в том числе больших мальчиков. Например, для наших мужчин. Итак, хотелось бы узнать, будет ли кто-нибудь делать со мной. Да, вижу, что запоздание из чата довольно-таки большое. Ну, буду это знать. Так. Сейчас я себе сделаю повыше. HD 720, потому что у меня хороший интернет. Чтобы я себя хорошо веду. Итак, девочки, кто будет делать со мной, сразу включаем горячий пистолет. Так как он долго будет нагреваться, пока будем готовиться, как раз он нагреется. Так, будет ли кто-нибудь делать сегодня со мной? Нужно ли мне под кого-то подстраиваться, или же вы будете делать потом, после мастер-класса? Напишите мне, пожалуйста, есть хотя бы один такой человек. Как видите, выбор таких книжечек, резиночек очень большой. Кстати, хорошо пользуется спросом. Они получаются по себестоимости довольно-таки маленькие, Елена, что-то у нас все зависло. Попробуйте перезайти в комнату. Почему-то постоянно, если ухожу со страницы Кангауса, почему-то постоянно прерывает связь. Придется туда-сюда бегать, чат читать. Ну ладно. Что-то у них там изменилось, видимо. Итак, можно сделать, допустим, побольше размера, сделать в камуслиажном стиле. Но это нужно будет делать, допустим, зефирный фоамиран, использовать на, допустим, на желтый фоамиран, или на коричневый, нарвать кусочков зефирного фоамирана, прогладить, и будет камуфляжный такой фом. Его использовать. Сделать в виде книжки, что-нибудь там интересное такое написать, и сделать в виде брелка. Можно вот как раз на 14 февраля сделать или на 23. И подарить мужчине, как брелок, допустим, на ключе или в машину. Будет вообще классно смотреться. Можно даже из двух таких книжечек. Ну или какая-нибудь напоминалка, такое шуточное, какой-нибудь. Можно сделать надпись. В общем, вариантов очень-очень много. И еще, кстати, я думала, сделать можно томик потолще, побольше немножко, разрезать его пополам. Ну и, конечно, нужно будет скрепить чем-то еще. Допустим, на липучку сделать. И внутри вырезать, так как это будет у нас пенопласт, внутри вырезать емкость небольшую для заначки. Можно сделать. Вот с таким приколом можно подарить мужчине. Так, ага. Ну, видимо, никто сейчас прям не будет делать. Никто не пишет. Так что вариантов можно придумать всяких-всяких разных. Сегодня мы будем делать, я в крайнем случае буду делать книжки. На одной у меня будет монтажка котика, а на другой будет монтажка собачки. Так, я это убираю, чтобы не мешало. И сейчас мне нужно вырезать основу под наши резиночки. Для этого я возьму деревянную досочку, кусочек пенопласта и канцелярский нож. Ну и, конечно, нам нужна ленечка. Каким размером делать, вы смотрите сами. Вот у меня, допустим, средняя для резиночек. Можно, кстати, сделать не только на резиночке, можно на невденьке сделать. Тоже классно будет. Так, у меня где-то 4,5 на 3. 3. Вполне достаточно. Чем ровнее у вас получатся заготовки под пенопласт, тем, соответственно, красивее будут смотреться сами потом резиночки аккуратнее. Так. Посмотрю, какая у меня сторона более вот такая, наверное, симпатичная. Так, у меня практически ширина достаточная. Тут только немножко многовато будет. Я отмеряю. Так, тут у меня все ровненько. Если есть у вас мужчины, попросите их нарезать вот такие вот заготовочки. Сейчас я отрежу. Для того, чтобы пенопласт у нас был ровненький, нужно на ножик не давить, а именно вот такими движениями просто туда-сюда просто пилить. Видите, получается хороший такой срез. Так, сейчас я еще померю, чтобы у меня было... ровненько. Все-таки мне нужны и кривые книжки. И теперь... Ну, тут я уже, наверное, буду делать на глаз. Нет, наверное, лучше... Мерю. Для того, чтобы уж наверняка не... И точно такими же движениями. У меня вот это получится, я сделала ее примерно небольшой, совсем толщиной. Это у меня получалось полсантиметра. В принципе, наверное, тонковато. Так, ну, эту я оставлю, куда-нибудь еще пригодится. Ничего страшного. Пенопласт, кстати, я этот беру, это пенопласт у меня от упаковки, я уже не помню, от холодильника или от чего. Я его не покупала. Можно сказать, халявный. Сейчас пенопласт очень хороший, он такой мелкопористый. Он такой твердый. Резать, конечно, немножко трудновато, но зато... Так. И вот так как у меня тут было немножко неровно, эта сторона у меня чуть-чуть наискосок. Сейчас я ее поделаю. Так, вот, заготовка готова. И делаем вторую такую же. Так как у меня будут резиночки, поэтому мне должны нужны парные. Соответственно, если вы будете делать брелочек, то достаточно одной такой заготовки. Будьте осторожны с пальчиками. Потому что... Обычно у меня это муж делает. Но так как мне нужно показать, как это делается, придется мне сейчас само помудриться. Вот. Вторая заготовка готова. Смотрим, смиряем. Чтобы было одинаково. Смотрим, чтобы не было никаких неровностей. Смотрим, что чем ровнее у вас будет заготовка, тем симпатичнее потом будет смотреться резинка. Ну, практически все. Немножко вот тут вот у меня... Кошечка, чай. Все. Заготовки я сделала. Как видите, раз-раз и готова. Так, сейчас я посмотрю, что у меня там в чате творится. Пеноплекс. Саня, насколько знаю, да, подойдет вполне. Вот у меня имеется пенопласт, поэтому я использую его. Так, все. Ножик мне больше не нужен. Досочка тоже. Так, пистолет у меня вроде нагрелся. Я буду сегодня делать вот такой вот красивый зеленый фаммер. Яркий-яркий хочу сделать. У меня собачки на нем были такие яркие, красивые. Так. Нам нужно сделать с запасиком, чтобы немножко обрезать. Так. Я вот сейчас буду использовать любой. Поменьше. Примерно. Многоточками сейчас сделаем. Умерю. Сразу отрежу, потому что большой лист неудобно будет держать. Так. И смотрим. Вот тут немножко с нахлестом поворачиваем. И тут еще нам нужен тоже нахлест, потому что нам самое главное сделать вот эту. Видите, как у настоящих книжечек. Тут у нас загибки. Все будет как нужно. Я, кстати, забыла написать, чтобы приготовили зажигалку. Ну, ладно, раз никто делать не будет. Так что, как видите, тут как таковых шаблонов не нужно. Потому что у всех размеры этих же книжечек будут разные. Так. И сразу же вырезаю точно такую же вторую детальку на вторую. На вторую книжечку. Чем еще классно делать такие книжечки? Не обязательно их делать все одинаковые. Можно вариантов, можно делать всяких-всяких-всяких. И будет все в единственном экземпляре. Так. И теперь уже начинаем сразу же приклеивать, уже делать сами книжки. берем пенопласт. Вот так как у меня получился небольшой наклон в эту сторону. Так, ага. Немножко давненько не стыкала. Забыла про именно вот мы сейчас еще сначала вклеим белую полосочку, сделаем. Сделаем имитацию именно листочков, листиков. Поэтому нам нужен небольшой кусок белого фоамирана. Так, сейчас я его... Для того, чтобы определить сколько нам нужно, берем нашу заготовку и вот таким образом 1, 2, 3, и 4. Сейчас смотрим с этой стороны. Видите, взяла кусочек большой и хотела избрать. Ага. И тут с этой стороны значит у меня будет нормально. Нормально. Лишнее это обрежем. Так что вполне вот такой полосочки у меня хватит. Сейчас я измерю, какое мне толщина нужно под заготовку. Чуть-чуть делаем с припуском. Вот у меня вот такая линейка, она прозрачная. Очень классный вариант для фоамирана. Одна полосочка. Проверяем. Желательно, чтобы она была цельная, литая. Вот видите, получается, хватает. У меня значит точно такую же мы сейчас отрежем еще. очень классно такой линейкой пользоваться без вырезаний ножницы. Так. Вот теперь точно уже начинаем приклеивать. начинаем клеить. Вот допустим вот это я вижу, что у меня будут внешние стороны. Складочка желательно делать посерединке внутри книжки. Все-таки мы делаем, чтобы все было у нас аккуратненько и хорошо. У нас вот это у меня будет серединка. Начну отсюда. Вот 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 много клея не наливайте, не нужно это. Если у вас клей немножечко ушел где-то за края, ничего страшного, мы сейчас все это обрежем. Так, вот оно в сторону выклеило и идем точно так же. Раз. Так, моя кошка опять стащила проволоку у меня. Гоняет. Бегает за мной спинной. Главное, смотрите, чтобы у вас фоамиран полностью закрывал. так, теперь берем ножницы и подрезаем окончание. одна штука готова, сразу клеим вторую. также смотрим, какая у нас сторона будет не лицевой. Для того, чтобы швы у нас не торчали и было все-таки аккуратненько. Вообще, я люблю, когда получается аккуратно, когда мечтую еще торчить. Хотя, иногда я даже с фоамираном можно сделать техники в ухо, там как раз немножко такая некоторая неубрежность приветствуется. Вообще, я люблю смешивать различные техники в работах. Сильно пистолет к пенопласту не прижимаем, потому что пенопласт от этого плавится. Слегка, слегка просто задеваем. Главное нам выдавить клей. Еще много клея не выдавливаем, понемножку. Вот видите, получается довольно-таки быстро, но я уже довольно-таки много этих книжечек не делала, которые покупают очень хороши. Так, сейчас посмотрю, что-то написали в чате или нет. Так, ага, девочки, что-то мы сегодня вообще совсем неактивны, никто ничего не пишет. Сижу тут сама с собой. Так, все, это мы приклеили. теперь держа ножницы, вот прям можно сказать, мы их ложим на пенопластную ночь и перезаем все лишнее. девочки, кто просто так сидит, смотрит, покидайте своих идей, как вы думаете, какой дизайн и вообще какие варианты книжек можно сделать. Допустим, вот скоро у нас 14 февраля, подарки любимых. Как раз вот, кстати, такая книжечка тоже будет классно в подарок в виде брелочка или даже магнитика тоже очень классно. Можно сделать прям несколько таких небольших книжечек друг на друга, сделать вид, как будто это полочка, сделать такой магнитик. Можно сделать какой-то, я не знаю, прям на самой книжечке, на вложке признание в любви, какими-то сердечками можно сделать, какими-то мордочками интересными, цветочками, ну, или брелочек подарить такой, что вариантов очень много. вот так. Теперь берем зубочистку и будем рисовать наши странички. Соответственно, на вот этой стороне, где у нас сложено, это у нас будет закрыто, все равно не видно будет, мы тут ничего рисовать не будем. зубочисткой просто вот делаем полосочки. Кстати, фоамиран подойдет абсолютно вообще любой. Толстый, тонкий, жесткий. для таких книжечек. Давайте, девочки, придумайте, какие варианты можно сделать, кому-то ваши варианты пригодятся. Учите фантазию. Так, вот я просто получается рисую палочки полосочки. Где-то они друг на друга совпадают, ничего страшного. Так, теперь берем, я вот в этом случае использую коричневую пастель. Можно желтенькую, можно какую-нибудь светленькую, бежевую. Вот у меня масляная пастель, это я салфетку высушила уже. Нам нужно причем нанести небольшой такой налетик. Сильно нам не нужно. Прямо берем и вот так по всему совсем-совсем чуть-чуть набираем. Кто фотографии видел, кстати, да, я же не показала новинки своими нитками осталось. Немножко вот тут краешки тоже ждем. можно желтая пастель взять, можно бежевую, можно еще какие-нибудь цветы какие-то на странички были, допустим, зелененькие, светло-зелененькие возьмите. Так. Все. Так, прочитаю чат. Органайзер для канцелярии стопку книжек, сверху девчушку и мальчишку с книжкой. Да, классный вариант. Можно имя написать, да. Можно оформить в виде книжки романа, можно использовать сердечки и цветочков. то, что вариантов уйма. Мальчишка можно сделать там в виде, я не знаю, кто любит море, в виде кораблик какой-нибудь сделать. Так что вариантов очень-очень много. Так что можно сделать, вот как я делаю, для девочек резиночки, можно сделать брелочек, можно сделать магнитик. с этой стороны. Так, начинаем приклеивать наши обложки. Соответственно, с лицевой стороны, вот эта вот, где у меня складочка, она получается у меня внутри. Вот таким образом этим пальчиком держим. Клеим понемногу, потому что нам нужно краешки все приклеить. тут же прижимаем, потому что горячий пистолет он все-таки быстро застывает. Я вот с пенопластом все равно использую лучше горячий клей. Секундный как-то я особо, если честно, не пробовала, но говорят, что он частенько прожигает пенопласт не очень хорошо. Ну, я даже не пробовала. Так, наносим клей вот прям тоненьким-тоненьким слоем сильно не нужно. А то будут горбинки у нас будет неровная такая книжечка, но очень красиво. Так что поэтому делаем понемногу. До самого края делали. Теперь нам нужна либо зажигалка, если вы не умеете работать зажигалкой с открытым огнем, то используйте утюг. А сейчас у нас хорошенечко тут застынет, чтобы мы не испортили. Теперь нам нужно обязательно сделать, вот когда нет вот таких загибов, вот на книжечках, получается неестественно, не очень красиво. Поэтому берем, затепляем нашу обложечку назад. Я вот использую зажигалку. Немножко нагреваем и прям вот прижигаем. Нам нужно сделать складочку. Хорошенькую такую складку. так как тут двойной фон, то он навряд ли загорится, но у меня вот сколько я делал, не рано не зажигалось. И вот смотрите, получилось, обратно мы выкидываем, у нас получается хорошая такая складка. Дальше что мы делаем? Нам нужно сделать вот такой вот объемный, как обычно настоящая книжка бывает, такой объемный. даже не знаю, как это называется, но вот такая складочка. Смотрим, сколько нам нужно. Смотрим, чтобы у нас обоих сторон было одинаково. Так, тут вот чувствуем пальчиком где у нас заканчивается пенопласт. Я вот пальчиком делаю, оно потом выправится и дальше не будет. и вот в этом месте я опять загибаю в обратную сторону. Вот я делала пальчиком, у меня получается как бы складочка немножко даже на густах не видна. И ровненько смотрим, чтобы было у нас ровненько по отношению вот первой полосочки точно так же загибаем и точно так же делаем вот зажимчик. до самых краев делаем. Тут мы немножко обрежем, но нам нужно обрежем. Так, и сейчас по сути самое сложное получается. Нам нужно приклеить вот это вот место, соединить. для этого используем две руки те же. Видите, я держу по краям вот эти вот места. немножко наносим прямо на самый-самый краешек. Немножко не получилось, ничего страшного. И вот так вот накрываем. Нам самое главное вот сейчас тут приклеить вот этот самый-самый краешек. Немножко у меня почему-то тут не приклеилось, а тут наоборот приклеилось. Серединка немножко не приклеилась. Так, ну вот самое главное я кончик зафиксировала. Иногда по-разному уходит, но и справить тоже несложно. все теперь приклеилось. И точно так же сейчас мы продолжим отклеивать всю обложку. Если вы будете делать резиночки, то обе стороны очень нужно хорошо проклеивать, потому что на одной стороны все-таки будет рисунок, на другой будет резиночка. Нужно чтобы хорошо видеть, я никаких прокладочек не использую, она очень-очень хорошо держится. Прямо на самом форме ране. Ничего не отваливается. И еще есть плюс такой, когда без каких-то отклеек еще использовать. Потому что резиночки, они все-таки имеют свойство рано или поздно вытягиваться. А вот таким книжкам очень долго времени ничего не будет. Поэтому клиенты могут просто срезать старую резиночку и приклеить на это место новую. Клиенты или сами. Так, вот одну книжку я уже приклеила. вернее обложку. Сейчас то же самое сделаю со второй, но уже так как особо объяснять уже не буду. Так. Буквки сделать для первоклашек. Да, ну вот видите, как я сделала. Тут получается как раз ярко. Так. Магнитик намек на 14 написать свидетельство о браке. Классно. Вообще классный вариант. Так что я говорю, что вариантов куйма можно придумать. Причем как для себя, так приколы какие-нибудь для друзей. И все такое. Можно, конечно, как-то сделать и придумать, чтобы были книжки открытые. Но так как я делаю все-таки резиночки, они должны быть более практичные. Поэтому у меня внутри они все-таки полые. Ой, не полые, а наоборот. Закрытые. Иначе ребятишки их раздербанить могут. можно кстати даже вот такую такие брелочки еще плюс на день учителя. бы нет? Так что вариантов поймал. Так. Так. Вот я делаю резиночки, поэтому они должны быть у меня парные все-таки. Не хочется, не люблю потом доделывать. Ну и с одной стороны вы так убедитесь, что это делать довольно-таки быстро. Если без объяснений все это показывать самое сложное получается для меня в крайнем случае вот это место. Типовую петальку. Загиб размер можно делать тоже разные можно сделать еще даже меньшие. Но все-таки я вот тогда пробовала делать без таких загибов. Ну некрасиво получается. Нету никакого там. Лучше все-таки с этими загибами делать. Получается более так натуралистично ну и повторюсь, что можно сделать в виде толстого тоника разрезать пополам чтобы туда можно было в серединку что-нибудь вложить какие-нибудь записочки интересные можно сделать. Ну конечно чтобы книжка закрывалась и закрывалась получается ее сделать какой-нибудь такой знаете как фолианты закрываются тут либо с кнопочкой либо с налипучкой. Так все это я приклеила теперь мы отрезаем уже аккуратненько делаем наши обложки опять я также держу ножницы практически параллельно обложка кое-где нужно будет потом конечно подрезать чтобы у нас был небольшой такой нахлест обложек обрезаем лучше потом подрезать чем всем будет притык не всегда получается прям сразу очень ровненько так смотрим вот тут так немножко подрезаем так одна книжка готова сейчас делаем вторую точно так же подрезаем обрезаем с нахлестом даже я чуть держу ножницы немножко даже не совсем ровненько а немножко вот наискосок чтобы обрезать поменьше лучше я потом подрежу когда нужно быть совсем ровно просто когда такой кусочек не очень хорошо видно что же нужно подрезать очень хорошо что формира такая универсальный такой материал можно делать очень очень много какие книжки классно как раз подойдут для тех кто занимается куклами можно еще краешки даже сделать не просто вот такими вот просто ровненькими вырезать прям фигурными ножницами это уж так совсем декоративно если делать так вот у меня вторая книжка готова как видите книжки мы сделали буквально меньше чем за полчаса если особенно не разговаривает а можно вообще быстро сделать так сейчас посчитаю что-то написали так даст кстати всем так ну что еще какие-нибудь варианты у вас есть куда можно использовать такие книжки это видите у меня получилась книжка побольше чем я обычно делаю вот это у меня вообще толстенький томик такой был что будет побольше резиночки все-таки могут быть разные так пистолет я пока отставляю все теперь можно декорировать книжки эти абсолютно вот как хотите я хочу сделать сейчас я даже покажу я нашла в интернете картинку сейчас мы будем отсюда брать вот такое на одной у меня будет такой котик на другой вот такая собачка вот мы будем делать так для этого котик у меня будет соответственно желтенький собачка будет коричневым коричневым делать я буду на глаз никаких шаблонов вы можете как говорится так же делать на глаз как делаю я либо взять рисунки те же с интернета и примерно так же сделать так смотрим какого размера у нас примерно котик влезет два с половиной будет нормально поэтому не заморачиваться особо сейчас я вырежу квадратик у меня там скорее даже квадратик а вальчик два с половиной километра вот вполне влезет так буду периодически подглядывать фотографию чтобы не перепутать так делаем мордочку закипаем если честно я ищу так же никогда не делаю никакие шаблоны никакие схемы вырезала померила вырезала померила вот так я и работаю постоянно так что изменяешь я так так себе так немножко овальчик не совсем овальчик ну вот как-то примерно так сейчас я пока еще мордочку не приклеиваю потому что нужно будет подгонять так мордочка котика дальше нам нужно сделать глазки глазки смотрю в пропорции кстати глазки нужно будет как раз вырезать получается по две пары потому что у котика и у собачки они одинаковые так смотрим вот у меня обрезки как раз оставались от страничек они как раз подойдут по размеру для глазок так глазки у нас получается кругленькие должны быть сейчас мы будем стараться делать круглыми сразу обрезаю по два не получится еще сделаем так выребу почти получилось чуть-чуть не совсем кладу так получается два глазика так смотрю пропорции так немножко большеватые глазики но большеватые это у меня иранский фоамиран мы тогда используем утюг мы их немножечко сделаем такие слегка как бы выпуклые и с помощью утюга их просто напросто уменьшим чуть-чуть и получается краешки тоже у нас станут более ровненькие так и делаем точно так же глазки для собачки сразу потом не заморачиваться так девочки если есть какие-то вопросы спрашивайте ну что когда вебинар закончится спросить будет уже не у кого какие может еще идеи у вас еще другие есть так вот получились две пары глазок теперь на серединку глазок у нас получается нужен черный фонер тут нужны кружочки на кружочке должны быть меньшего размера у нас было видно геленьки так кстати вот такие мандашки можно еще сделать просто как магнитики не обязательно на книжке так что сейчас отрежу можно конечно в принципе нарисовать но это уже не будет 3D а у нас получается картинки как бы 3D что такая что такая так и точно так же вырезаем кружочки немножко меньшего размера можете вот видите я делаю все на глаз вы можете все-таки отчертить эти кружочки сделать так немножко большеватые еще подрежу черные не очень удобно резать потому что темные границы особо сильно не видно вот так чуть-чуть лучше чем тут все чуть-чуть вот и делаем точно так же вторые серединки пусть у вас конечно есть дырком используйте его это намного проще у меня нету простого такого дыркома что просто вырезать углешочки еще немножко самоцветция получились даже меньше чем крепетущие ничего страшного пускай немножко будут глазки чуть-чуть разные собачки вот как-то так на ярмарках на ярмарках на ура будут продаваться да потому что они получаются недорогие вот у меня стоят самые самые дорогие у меня стоят 300 рублей пара это две штуки самые дорогие уже вот вот с такими вот разными вырезными и все так тонировку лаком закрываете не всегда не всегда если масляная пастель она особо и не марается так и теперь сейчас нам нужно на глазках вырезать вот такие вот немножечко углубления уже очень сложненько будет не испортить тон глаз уже многие заметили вот у меня мания прямо все делать миниатюрное это видимо генетика от моего деда был ювелиром видимо вот это вот любовь к различной мелочи я видимо перешла от него вот перебиваем такие небольшие углубления как бы делаем моментацию зрачков вот тут кстати я буду клеить секунду клеем я на всякий случай горячий пистолет не стала выключать вдруг где-то у нас поработать все все глазки у нас практически готовы глазки глазки это у нас мелко так сейчас я возьму утюг потому что мне чуть-чуть нужно все-таки уменьшить глаза главное не хочется обрезать потому что получается уж совсем тогда мелко все лучше я на утюге их чуть-чуть уменьшу для этого включаем утюг у меня на двоечке стоит и нужно будет что глазки что вот сами вот эти белки немножечко нагреть чуть-чуть нагреваем еще не набрется утюг вот прикладываем чуть-чуть подождем чтобы немножечко у нас ежился чуть-чуть так так как деталька маленькая она все равно не ежится все немножко уменьшится вот таким образом можно уменьшать детальки делать допустим побольше и потом просто уменьшать и еще когда нагреваете сами краешки становятся более такими гладкими и широковатости какие-то не так видно если поставить конечно на троечку быстрее это все будет но лучше видите получается глазки у меня сейчас еще сделаются выпукой чуть-чуть в целом пол чуть-чуть надо греть еще чуть-чуть уменьшился смотрим так утюг далеко не убираем потому что нам еще щечки представить дело и кошки и собачки они тоже такие будут у нас немножко выпуклены немножко 3D так теперь глазки мы сделали сейчас посмотрим глазки теперь делаем киски так с того же белого фламирала так у меня а вот у меня кусочки я тут обрезала поэтому не выкидывайте вообще фламиран так сделаем ему щечки щечки у нас будут в виде таких капелек видите я вырезаю сразу по 2 чтобы особо не заморачиваться если их хорошенечко друг к другу прижимать то они будут одинаковы так сейчас прикладываем глазки смотрим что у нас пропорции были нормальные соблюдены а то будет мурлиц мне очень хочется конечно проще было бы прямо сейчас приклеить но еще должно вот так делаем щечки но не забываем что мы будем еще нагревать они станут меньше там еще ушки надо сделать так ага вижу что щечки великовато все-таки даже если мы будем нагревать оно будет много подрежем подрежем так вот теперь нормально так для котика в принципе нам осталось только что мы будем нагревать у нас получаются еще ушки ушки из того же желтого поляна наделаем мы их тоже нагреем они все-таки немножко маленькие надо будет чуть-чуть побольше все-таки сделать что нагревать когда будем нам нужно чтобы они у нас были такие вот выгнутые если мы сделаем маленькие будет какой-то слишком малоухий котенок у нас так все мы это приготовили берем утюг сейчас мы это все выгнем и можно уже склеить так нагреваем щечки они у нас немножко были такие выгнутые и нагреваем немножко ушки все котик у нас практически готов теперь мы сейчас его сразу соберем думаю наверное все-таки личико у нас будет все-таки его тоже нагреть надо чуть-чуть совсем он у нас все-таки сильно не уменьшился но мне кажется потому что все остальное как-то выпуклое а личико будет слишком плоском поэтому я чуть-чуть тоже нагрела у фоамирана как раз краешки загибаются все теперь можно собирать соответственно лицевая сторона книжки это вот это вот ну как у нас книжки обычно вот так открываются поэтому будем приклеивать на это место так да утюг на двоечке на троечку будет многовато потому что будет слишком быстро уменьшаться лучше вообще даже на между поднерки если вы не знаете как будете вести утюг и фоамиран так сейчас мы будем повторить что клеить я буду сикольным клеем использовать лобочистку ну вот тут у меня такая грязненькая уже просто деду крышечек никаких особо уже все поиспользовала приходит все таки так сейчас мы сразу намечаем что было у нас в принципе так как нужно я хочу делать ровненько чтобы было поэтому прижимая я клеить буду прям вот клеем краешки серединку клеить не обязательно как будет немножко вот у нас путь такой слегка чуть-чуть объемный не совсем даже ровненький нужно было конечно крутовато немножечко наделать ну ладно уж не будем ну вам будет на заметку что можно еще ватку сделать для того чтобы котик был так у котика еще у этого так ой ушки 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 чуть не забыла ушки ага вот мне что она косячила ну ладно сейчас мы чехолечко чуть-чуть это двинем уши то я забыла вот ушки то нам нужно еще туда помочь так чуть-чуть отрежем чтобы не были сильно широкие какие-то уши получили слегка как у мишки такие не заостренные мишка округая как видите все можно исправить вот тут показать что лично не совсем кошачьи ушки такие мельки с одной стороны хорошо когда на мастер-классе получаются вот такие косяки видите как можно исправить если у вас такое получилось такое полосе понятно что исправлять сложнее чем просто делать надо было сначала приклеить к самой детальке ушки с задней стороны потом можно приклеить к детальке смазываем клеем и ту и ту сторону и прижимаем у нас ушки получится не впритык к книжке подтираем подтираем чуть-чуть с фоамираном ничего страшного клеем потому что термоядерный страшненько и все клеем будет хорошо ничего видно вот вот так вот пока выкосячили так самое главное чтобы у нас не получился парасерок то я не разделала котика у меня получился парасерок вот 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 ушки сделали теперь вы точно спокойно делать глазки А ушки надо бы чуть повыше? Ну ладно, пускай у меня будет по осенью немножко. Так. Теперь делаем глазки. Тоже, чтобы не переполнили. Елена, что-то опять у нас всё зависло. Попробуйте ещё раз перезайти. Так, вот сейчас видно? Да, всё отлично. Всё, всё. Вот я приклеила глазки почти полностью. Не знаю там на каком месте зависла. Пока похоже на порсёнка. Видимо, ушки всё-таки я сделала немножко не в том месте. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так. Теперь делаем глазки. И чат у нас вообще молчит. Совсем не притихли. Сегодня у нас суббота. Все, я так думаю, занимаются своими домашними делами. Семьёй. Поэтому не так много народу. Креплятые щёчки. В принципе, уже начинает становиться похоже на котика её щёчек. Если бы были щёчки, конечно, был бы парочёночек. Сейчас мы сделаем полосочки. Будет ещё больше. Так. Теперь нам нужны полосочки. Полосочки мы будем делать из коричневого фоамирана. Или коричневого. Усики, получается, у нас будут. И вот тут такие полосочки сверху. У нас немножко полосательнее хочет будет. Поэтому делаем, отрезаем. Ну, не делать, конечно, любым цветом. Я думаю, тут не хватит большого кусочка такого и делаем на серединку. И отрезаем. Особо не заморачиваться с этими замерами. подобного. И сразу, как говорится, обрезаем по голове. Потому что тут вот краешки, допустим, мышцы у нас наклончиками. Так. И последнюю. полосочку. Да, немножко я вот приклеила ушки. Получается, чуть такой слегка подбитый такой котелек. ребёшка. Так. Так. Где-то у нас ещё тут был маленький-маленький носик. Видите, сердечко он получается. Совсем малюсенький. совсем малюсенький. Видите, очень маленькая такая мелкая работа. Больше, наверное, уходит на декор, конечно, таких книжек. Время, чем на изготовление самого книжки. Так. Вот. Делаем носик. Так. И носик немножечко нужно мне подкрасить по розовым тем. Совсем чуть-чуть. Сейчас найдём розовый пастель. будет розовый пастель. Есть. И чуть-чуть совсем буквально. Тёма! Тёма! Да нету ватную палочку, пожалуйста. и и чуть-чуть немножечко совсем подкрасим. И теперь нам осталось сделать только усики. Усики мы будем делать черным цветом. Тут можно использовать нитки черные. Либо черных у меня нету, к сожалению. Поэтому я сейчас использую те же кусочки ума. Прям тоненько-тоненько. Сейчас их нарежу. Можно тоньше, чтобы получится. Я говорю, что проще, конечно, использовать просто нитки. Сейчас. Лаби рукой нету. Можно использовать фаунера. С картинкой сейчас сверяюсь. Так. У нас только... И еще рядышком вставлены. И на той стороне то же самое. Так. Видите, я сразу делаю, обрезаю уже, когда приклеила. Чтобы ничего не отмечать, ничего не замерять. Что-то будет приклеено. Тоже в нужном месте отрываем. Все. Вот у нас такой усатый котенок получился. Так. Немножко я еще... Так как это будет все-таки на резиночках. И может потом дети могут оторвать нечаянно. Поэтому я все-таки кончики усика я подклеила. Если, конечно, на магнитах, можно пока вставить. Тут для... Что у вас есть, лучше сделать там. Вот. У нас получился вот такой вот котик. Можно сделать еще язычок ему. Вот на картинке почему-то нету. Парченки не такие ушки. Но если сделать... Ну почему? Очень, кстати, похоже. Если щечки не такие делать, получается вообще похоже на поросенка. Ага. Ольга, делайте со мной вместе. Очень хорошо. Так. И нам осталось сделать только собачку. Я вот тут, видите, оставила пустое место. Сюда можно будет делать рыбку. У собачки, соответственно, будет косточка. Так. Теперь делаем собачку. У нас как раз немного времени еще осталось. Успеваем. Самое главное, у собачки сделали уже глаза. Поэтому проще. Так. Собачка у меня будет коричневого цвета. Тут мы делаем овальчик. Но овальчик у нас идет немножко как бы в виде капельки. Сейчас я нарисую. Вот примерно. Вот немножко мандажка будет у нас головавенные собачки. Немножко будет кверху расширяться. Тут сужаться. Вот примерно вот такой вот формы, насколько я вижу по картинке. Так. Размер мы делаем. Стараемся такой же, как у нас был котик, чтобы они все-таки более симметрично смотрелись. Поэтому точно так же я отрезаю. Так. Сколько там делала. У вас полмена сантиметра. Квадратик. Так. 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 Сгибаем пополам. Сгибаем обязательно вдоль. Чтобы у нас края были одинаковые. Сейчас лучше сделать немножко побольше размера. Лучше потом немножко подрезать. Не хватит. Сейчас смотрим, потому что у нас там еще должны быть... Так, у нас тут должны быть еще ушки. И этим чуть-чуть можно уменьшить. Иначе у нас ушки будут выступать. Прокольцы вот сделаны вообще хорошо. Немножко большеват. Так. Хотя еще не хватит. Так, посмотрим, как у нас глазки будет. Сейчас главное не забыть про уши. Хотя нет. У собачки уши как раз наклеены наружу. Жень, я смотрю. У собачки будет, пожалуй, даже попроще. Так, ушки, ушки. Так, ага. Все, пропорции глазок вообще классно. Теперь делаем щечки. Щечки у собачки будут тоже коричневого цвета. Можете, если у вас нет какого-то цветного померана, просто-напросто берете померан белый или более подходящий и тонируйте. Так, берем коричневые цвета. У меня кусочки где-то есть. Не хочется заморачиваться. Так, щечки у собачки у нее более другие. Они такие вот, скорее, овальные даже. Не капельками, а овальные. Делаем немножко побольше. Потому что нам нужно будет их на утюге немножко лыкнуть. Но, конечно, они не такие уж совсем большущие. Немножко уменьшаем. Такие вот вальчики. Да, вот примерно такие. Видите, они немного выступают. Получается, конечно, загородит. Страшненький. Как инопланетянин какой-то. Так. И сразу сделаем ушки. Ушки у нас будут, чтобы соответствовать цветам. Ушки я, наверное, сделаю... Так-то нужно темно-коричневого. У меня нет темного-коричневого. И вот сейчас как раз покажу, как проэкспериментировать. Как раз подконировать. Так, делаем ушки. Куточек тоже вырезает. Ушки можно делать любые. Ну и вообще тут получается, рисуночки можно любые абсолютно делать. Какие вам нравятся монтажки. В интернете, благо, таких вещей очень много. Можно немножко по-заимустроить. Считаю, что я тоже вот это тут. Мордашки взяла из интернета. Вот наши ушки. За счет того, что я их еще немножко тоже нагрею, они чуть-чуть начнуты. Тут у них плавные такие краешки. Вот видите, получаются такие небольшие как бы капельки. Но сейчас мы забываем, что они у нас будут в разные стороны. Так, сейчас мы смотрим, какая сторона какая у меня. Так. И нам нужно будет вот так развернуть. И сейчас я подтонирую лицевую сторону. Так, где у меня как раз вот, которым я писала. Более таким коричневым амираном. Это у меня масляная пастель. Это вот у меня так-то вот вот это вот китайская или японская, корейская какая-то, не знаю, поставили. Вот это, конечно, намного лучшего качества, чем вот такая. Ну вот такая есть. Вот коричневый у меня такой металл. Можно все равно поделать, самое главное у нас будут ушки сейчас с другим цветом. Еще за счет того, что когда мы по амиран нагреваем, он становится более ярким. Видите, можно пользоваться. Так. Кстати, кстати, так, сейчас я, знаете, как сделаю вот у котика немножко подтонирую ушки. Вот, как это у меня вот тут вот кидинки немножко коричневый добавим, добавим, можно сказать, тенение немножко. Вот, как это у меня у нас не совсем живой. Вот. Еще что-то были ну, поживее. Так. Теперь, это мы сделали, теперь берем утюг, сейчас мы немножко нагреем. Ушки нужно будет греть все-таки окрашенной стороной. Нам нужно, чтобы они сюда загнулись. Так, сейчас сначала тогда нагрею. Голову чуть-чуть, совсем чуть-чуть, вот, чисто, чтобы у меня, чтобы у меня вот краешки просто стали более-таки в силу. Так, щечки можно посильнее погреть. Они прям отстакивают. И ушки, получается, прижимаем окрашенной стороной. Повторюсь, вот, фоамиран вообще обалденная классная вещь. Чуть-чуть, щечка недостаточно. Вот, теперь одинаково. Все, все нагрели, теперь можно собрать. Видите, самое трудное у нас было сделать глаза. когда глаза у нас уже сделаны, делать все намного проще. Так, теперь начинаем опять сборку. Так, так, тут сначала голову, потом уже главное не перепутать. вот, не сделать. Вот, потом опять придется оторвать. Я такой человек рассеянный, могу и забыть. Тут же сказать и тут же забыть. Так, сделаем глаза. Наверное, сначала мы приклеим глазки все-таки сначала приклеим, ушки попозже. на ушки у нас как раз уходит немножко на голову. Так, извиняюсь, что сейчас не читаю, потому что, к сожалению, нет возможности, как было раньше. Если я тут никакие действия не произвожу, я почему-то отсюда вернусь. Так, вот так вот глаза кажутся такой ужас. Понятно, что утренний планетянин. страшилка. Можно, кстати, подросткам подарить такие брелочки с книжками и на них делать черепки. Мне это очень любят. Такие он есть сейчас с монстриками. не только подросткам, но и длиннее. Лет так 9-10. Я так думаю, ему очень понравится такой брелочек. Занять на сумку. Так, глазки. Посмотрите, какие мультивные они, допустим, смотрят, какие фильмы. И можно в той же серии сделать что-нибудь такое интересное. Пока вот такой у нас чудик. В принципе, даже вот так оставить прикольно. Делать ему какой-нибудь ротик смешной. Ну, все. Так. Добрый вечер всем, кто еще присоединяется. Пока мы делаем вот таких чудиков. так. Кстати, вот такая голова похожа как у лягушонка. Ему только вот ротик добавить и будет лягушонок. Так, теперь делаем ушки. Так, где у нас тут вниз вверх? Нагрелось теперь не очень понятно. Пока нагрелось. Вот вот так. как-то так, но тут немножко у меня у меня так, теперь сейчас смотрю. Вот такие уши. Чудово еще такое непонятное. Все-таки смешучая такая обезьянка выходит у нас. Мне даже самое смешное. Вот смотрите, так похоже на обезьянку, да? Вот за ротик добавить и будет теперь обезьянка. Был любушонок, обезьянка. Так. И теперь делаем щечки. Надеюсь, на собаку будет все-таки похоже. В принципе, как-то с путенком было непонятно. Что-то уже в начале. Уши смешные все-таки. Так, нет, сейчас вроде уже начинается, становится на собаку похоже щечками. Так, немножечко. Вот тут зафиксировала. И потом уже добавлю края на краешки. Так. Так. Уши все-таки смешные, если равно. Ну, такая у нас получается лапа уха и такая собака. Знаете, как бывают вот эти вот маленькие собачки. У них большие уши, а сами не маленькие. Так. И нужно сделать носик. Носик у нас, носик у нас тоже темно-коричневый. Так. Вот. Точек опять. Носик маленький тоже совсем. Такой маленький, пусенький. Такой вот. Треугольничек тоже. О, с носом. С носом уже похоже. Очень похоже на шабаку. А то без носа, да, была какая-то не шабака, а не кучок. Так. Все-таки я немножко использую утюг. Потому что... Без утюга. Мосик будет все-таки у меня не выпуклый. И тут же я опять открашу коричневую. Очень, конечно, удобно такую маленькую. Сменировать. Ну, если захотеть, нужно все сделать. Так. Нагрелся у нас утюг. Быстренько прикладываем. Чик. Убираем. Все. Причем я приложила, уже обратной стороной не окрашена. А, кстати, еще классный получается. Когда тонируем масляной пастелью и нагреваем на утюге, она, получается, пастель лучше фиксируется. То есть, как бы это... Она потом меньше, намного-намного меньше мажется. Практически. Так, как бы подсыхает. Хорошо фиксируется и яркие цвета получаются. Не блекнет. Вот. Вот такой у нас барбосик получился. Сейчас мы ему сделаем тоже усики. Так. У него по три усика. У него побольше. Более шикарные. Усики будут, значит... Укрикнулась. Нам осталось совсем чуть-чуть. Будется начать и кончить. Так. Сейчас посмотрю, какое длины они, чтобы не перегорчить. Скорее, что у меня просто под рукой нету нитки. Черной. Вот, обыкновенная пряжа на вязании. Такая, знаете, ХБ. Вообще классно подойдет. Для этих целей. В этих точках. У меня уж ладно. По амирану так. Все есть по амирану. Так. И вот на другую сторону. То же самое. Получается, себя приклеивать. А не усы. Можно было бы, в принципе, усы не клеить. Это было неплохо. Ивануш. Тут получается больше как-то все-таки за кошачьим. Ивануш. Как на картинке, так и на картинке сделает. Теперь похоже на мышь. Что-то мне не нравятся усы эти. Девочки, вам нравятся усы? Вот мне совсем не нравятся усы. Какая-то ерунда какая-то с усами получается. До этого было похоже на собачку. Сейчас нет. Что-то я, наверное, их уберу. Что-то какая-то мышь. Вообще-то это получается. Благо я их приклеила. Не сильно. Так будет вот. Без усов у меня. Лучше сделать просто точечки. Давайте я их делаю. Чем? Сейчас я не мечу. Да, будет намного лучше. Вот такие точечки больше похожи, как у собаки. А не. Можно на крайний случай черными даже точечками. Но вот у меня, видите, получается. Зубочистка очень хорошо видна. И ничего добавлять не будет. Пускай такой собакиной остается. Так, ну вот. С собакиной мы сделали. Кошатиной мы тоже сделали. В принципе, осталось к ним сделать только собачке косточку. Так, сейчас мы будем собачке косточку сделаем. Семя большую нам тоже кость не надо. Поэтому мы сделаем из остатков тоже фаламирана. Так. Отрядала, да не так. А, наверное, все не согласие к бассейне. Так. Вот. И вырезаем. Косточку такую вот. вот будет у нас собачки косточка так наверное я ее тоже подтонирую немножко косточка все-таки она у нас не совсем беленькая должна быть вот будет вот такая у нас косточка для собачки так мы тоже сделаем утюгом чуть-чуть закрепим 3d так а кошечки мы делаем рыбку рыбку тоже каким цветом я научу делать кошки и сосиски знаете как девочки наверно рыбку я не буду делать у нас времени очень мало осталось но по этому же принципу просто вырезаем рыбку выпуклую она сделаем она так мне нужен вот кусочек как раз возьмем тоже белого фоамирана рыбка небольшая у нас будет не забываем что будем обрабатывать на утюге немножко на это рассчитываем на размер добавляем вот вот я сделала рыбку сейчас я ее подтонирую прям чтобы все равно еще цвета все-таки немножко подходили очень кстати прикольно рисовать краешком мелка пастыли сейчас делаем чешил это такое вот имитирую вот очки так листик водик и соответственно водик ну вот как-то так конечно можно было легкой делать посимпатичный очень много так и теперь мы их рыбку эту и косточку мы их немножко нагреем делаем из них опять же 3D рыбку можно чуть побольше нагреть побольше размера получилась косточку совсем чуть-чуть вот думаю что у нас была имитация такой вот выпуклости я думаю как аж залина в общем вот сейчас я тут закончу приклеивать косточку рыбку и почитаю чат мелкая конечно работа вот это довольно-таки интересное большое пространство для фантазии очень большое можно придумать множество-множество разных-разных вариантов вот за счет того что мы хорошо прогрели она у нас такая вот прям выпуклая получилась это у меня иранский фоамиран сифирка тут точно для вот такого дела мне подойдет все итак у нас получилось для кошки рыбка для собачки у нас косточка получилась чтобы они у нас не остались голодные ну в принципе почти почти ну где-то так близко соответствует реальности и теперь нам осталось приклеить наши резиночки сделать я резинки клею обязательно только на горячий клей и без всяких повторюсь прокладочек так теперь еще самое главное вот смотрите получается косички да у нас они у нас обычно вот так идут то есть соответственно резинки должны быть поперек то есть вот так наносим на резиночку немного клея и на серединку делаем и прижимаем немножко подержим все очень-очень классно держится уже делаем точно так же с второй много клея не намазывайте значит все это вылезет и будет некрасиво вот у меня получилось две резиночки так если наоборот даже мало клея набрали вы видите получается немножко мало где держится можно чуть-чуть вот так вот это двигаем немножко добавляем и опять прижимаем все получилось уже больше объем у нас прикроется вот у нас получились две такие вот книжки резинки для малыша малыш почему только Екатерина лучше держится я проверяла уже на секундный клей очень плохо держится быстро отпадывает даже если очень много сделать не то а именно вот на горячий клей резиночки держится лучше всего если вы будете делать вот такие на допустим на маленькие зажимчики каким образом я делаю так как горячий клей не очень хорошо держится к железу то к железу я приклеиваю маленький кусочек фоамирана на секундный клей и затем это место я приклеиваю вот так же вот получились так что вариантов вот таких вот не только резиночек но и различных магнитиков брелочков я не знаю там мини подарочков каких-то вот в виде книжек не зря же говорят лучший подарок это книга так что дерзайте можно вот такой интересной интерпретации сделать большеваты для деток да нет я бы не сказала что большеваты у меня руки маленькие сразу говорю у меня все говорят что у меня детские руки поэтому это кажется они всего размером-то небольшие ну как для деток допустим лет 5-6 нормально очень хорошо берут именно начиная от трех лет можно же делать не только вот допустим вот видите они получаются сами по себе разные да можно сделать допустим на два хвостика совсем небольшие у них все же есть косички все-таки либо сделать на один хвостик вот одну сегодня котик а завтра собачку одеть так что нет они небольшие так теперь я сейчас вам покажу свои предложения потому что там появился еще новый мастер-класс так сейчас это сделаем так поделиться экраном вот смотрите тут у нас есть написано предложение от Елены Мальсанова да ну можно по бану пройти вот сегодня кстати сделала большие довольно-таки скидки потому что можно получить как комплекта так и мастер-классы по отдельности бабочка из фомирана видите получается рисунок да я его не рисовала сразу говорю делаем молд и просто с помощью отпечатка можно делать любые любые рисунки для бабочек поэтому бабочки делаются очень просто и быстро тут у меня показано как делать из зефирного фомирана и так же как и делать из простого любого фомирана как затонировать как вот делать серединку бабочки чтобы она такая натуральная получилась как видите они такие еще пушистые вот видите на фотографии довольно-таки реалистичная бабочка получается особенно трудно в принципе сделать именно вот такую реалистичность с всякими вот этими елена не пропадайте еще раз перезайдите и мы вас ждем пропал звук и изображение ничего не слышно пока ждем Елену сейчас она перезайдет в комнатку и расскажет вам всю информацию так меня видно не видно пока только слышно просто почему-то это вылетает когда долго меня тут нету все теперь так теперь надеюсь про про мезузы скоро лето пора готовиться получается если те кто занимаются девочки продажами очень хорошо идут вот такие медузки они потому что очень похожи на реалистичные на настоящие даже на ощупь так что такие вот медузки кто на море у меня вот многие не только те кто хотят на море и те кто едут на море и заказывают можно причем разным цветом делать дальше такой подсолнух молодой из фоамирана тоже простыми подручными средствами ничего перетирать не нужно я сама по себе довольно таки ленивая такой человек я не люблю долго возиться с чем-то вот поэтому тут все по-простому вот видите имитация даже семечек можно сделать довольно таки просто а также с Колей у нас масленицы вот буквально на следующей неделе успех опять что-то Елена слетело никак не хочет дать вам рассказать так вообще Хангаус как-то вообще стал плохо работать раньше не было такого ну и сейчас я после вас все тоже подробно всем расскажу и покажу ну вот получается скоро масленица нужно делать такие шкатулки вот а дуванчики соответственно тоже скоро у нас лето смородина причем со всякими даже маленькими зернышками совсем вот такая вот имитация к желе техника кстати классная батик называется так сейчас немножко сюда-сюда попрыгаю тогда он дает мне рассказать батик там получается особенно для тех кто не умеет рисовать и причем получается таким вот легким способом это все можно делать и как видите получается обалденная красота ну и конечно резинки маленькие силикона обновленные тут получается не только как сами ягодки но как сделать листики именно тонюсенькие силикона потому что и как сделать чтобы видите у них даже прожилочки есть окрашенные потому что силиконом особые методы работы с ним и поэтому вот тут новые новые способы есть как это сделать и также я сделала комплект мини фрукты тут ну это так образ фрукты приходится туда-сюда бегать вообще плохо тут получается у меня ананасики грецкий орех арбузики и гранаты из фоамирана их можно использовать вот в качестве резиночек тех же и много много чего другого и получается комплект из этих всех мастер-классов получается со скидкой более 60% в этот раз получается вы 12 мастер-классов получаете вот за такую сумму хотя полная цена вот видите 7500 разница все-таки большая вот все убираю а то он мне никак не хочет меня пускать так где включить камеру все 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 надеюсь теперь видно по-быстренькому пришлось все рассказать так ну все девочки если будут какие-то вопросы пишите в чате там запись будет доступна я буду заходить смотреть и какие-то вопросы будут отвечать вот на экране сигнал не так ярко вот зеленый это все таки интересно можно еще кстати какие-то наверное вот тут посмотрю что-нибудь еще декольчик дополнительный еще цветочки может не знаю может что-то нарисую добавлю потому что как-то маловато вот ну все девочки я со всеми прощаюсь всем пока пока и до новых встреч уже ближе 8 марта отлично спасибо Елена спасибо большое за ваш подробный мастер-класс вот вижу себя я думаю у каждой рукодельницы найдутся обрезки фоамирана из которых она сможет сотворить вот такие красивые аксессуары просто приложив свою фантазию и можно будет подарить своим родным и близким по любому поводу на любой праздник так ну что ж внимание дорогие друзья я рада что с нами осталось еще много зрителей в чате и для тех кто участвует в розыгрыше записываем очередную букву сегодня это буква Ч человек запишите ее и в конце конференции мы соберем все буковки вместе и соберем из них кодовое слово ну что ж а теперь я делюсь с вами своим экраном и расскажу подробно так секунду сейчас открою расскажу подробно как можно заказать предложение от Елены Мирсановой поделиться экраном все поделилось смотрите прямо под видео вы видите три баннера первое это предложение от Елены Мирсановой далее все записи конференции надо отметить что расписание у нас довольно плотное и попасть на каждый мастер-класс довольно таки непросто кто-то занят у кого-то какие-то дела бывают выход есть вы можете заказать записи всех вебинаров за 990 рублей перейдя по второму баннеру все записи конференции нашей текущей и третий баннер это все записи конференции прошлого года 2017 также для вас по специальной цене а мы с вами переходим по первому баннеру нажимаете предложение от Елены Мирсановой и переходим на страничку с предложениями сейчас я тоже вам все подробно покажу и расскажу первое предложение это бабочка из фоамирана с молдом посмотрите как шикарно смотрятся данные композиции эти бабочки можно добавить куда угодно с помощью этого мастер-класса вы сможете изготовить молд который поможет вам делать не просто красивые но и более реалистичные бабочки вас ждет полная инструкция от А до Я как изготовить данный молд цена данного мастер-класса со скидкой 412 рублей заказывайте нажимайте кнопочку просто заказать и следующее предложение это шикарные медузы из силикона очень мне понравились они летом они будут очень актуальны как раз у меня есть такого цвета платье и смотрелось бы я думаю очень-очень шикарно так данные медузки из силикона вы можете применять также в качестве в качестве брелков и различных аксессуаров цена данного мастер-класса довольно-таки невелика всего лишь 300 рублей доказывайте и творите творите такую красоту следующий мастер-класс это молодой подсолнух из фоамирана довольно смотрите какой реалистичный получается подсолнух солнечный яркий цветок его можно сделать украшением и на одежду и волосы сделать украшение тоже будет смотреться очень оригинально в этом мастер-классе все подробно показано и сборка серединки изготовления лепестков вы научитесь придавать им форму тонировать и делать полную сборку в композицию здесь использован иранский фоамиран и цена данного мастер-класса со скидкой 485 рублей заказывайте и творите творите без остановки следующий вкусный мастер-класс это шкатулка с блинами из фоамирана да действительно скоро уже масленица нас ждет и нужно к ней подготовиться такую шкатулочку можно подарить на масленицу можно подарить также и на день рождения и на именины на новоселье а можно прийти к тещи на блины с таким чудесным сувениром будет очень оригинальный подарок я думаю будет очень приятно всем получить такую вкусную шкатулочку цена данного мастер-класса 525 рублей пеките блинчики не останавливайтесь следующий видео мастер-класс это венок из одуванчиков также они сделаны из фоамирана очень выглядят натуральными одуванчики венок шикарный просто вообще обалденный и цена данного мастер-класса 532 рубля далее идем и смотрим видео мастер-класс смородина смешанной техники прям так и хочется съесть данные смородинки данный мастер-класс содержит подробную инструкцию даже новички смогут с этим справиться можете изготовить смородину любого цвета в каждой ягодке также присутствуют зернышки которые не нужно лепить вручную достаточно просто применить материал который есть у каждой хозяйки на кухне вы сможете вылепить такие шикарные реалистичные ягодки нанести прожилочки покрасить их и изготовить листья без молдов все это есть в данном мастер-классе ну и конечно же все в конце соберем в композицию цена данного мастер-класса 530 рублей не теряйтесь заказывайте прямо сейчас видео мастер-класс нежность к желе в технике батик два в одном в этом мастер-классе Елена расскажет и покажет вам как изготовить необычную ветку довольно простым способом эта техника подойдет даже для тех кто совершенно не умеет рисовать сможете окрасить различными способами лепестки и листьев и обработать и собрать все это в единую композицию также Елена покажет как изготовить двойные молды из силикона и цена этого мастер-класса шикарного 590 рублей далее тоже вкусный мастер-класс это резиночки малинки из силикона обновленный мастер-класс в видеоформате изготовление малинок и листьев из силикона здесь представлена новая техника окрашивания а также полная сборка креплений на основу например можно прикрепить на резинку и все это без клея всего лишь 520 рублей следующие видео мастер-классы это мини-фрукты из фоамирана здесь представлены грецкий орех который можете использовать как брелочек ананасики комплект арбузики также комплект и гранат комплект подвесочка и сережки цена данных мастер-классов со скидкой 1525 рублей и комплект из вышеуказанных 12 мастер-классов плюс подарок к вам идет за 2980 рублей а скидка скидка более чем 50% при покупке комплекта вам идет подарок видео мастер-класс фиалка из фоамирана вот такой нежный красивый цветок мастер-класс содержит подробную инструкцию по изготовлению такой вот шикарной фиалки можете изготовить листья бутоны и сами цветы елена расскажет вам как одним движением изготовить толстенький стебель для листа экономичным и быстрым способом и также прилагаются способы изготовления двойного молда запись сегодняшнего выступления также можете приобрести за 250 рублей нажав кнопочку заказать давайте попробуем заказать комплект из 12 мастер-классов я думаю это будет самое выгодное предложение плюс подарочек еще нажимаем под ним кнопочку заказать переходим на табличку оформления счета сюда вы пишете только ваше имя электронную почту пожалуйста проверьте написание иногда бывают ошибки и письма к вам не доходят и контактный номер телефона далее кнопочку заказать как всегда меня не хочет перекидывать на оплату нет решился так и мне выходит номер счета который нужно будет сейчас оплатить я выбираю любую удобную для меня форму оплаты это например карта сбербанка или яндекс деньги где у вас есть сумма необходимая нажимаете слева кнопочку и далее кнопку оплатить если вы не готовы оплатить сейчас ничего страшного к вам на электронную почту которую вы указали выше придет письмо там вы можете в этом письме увидеть ссылочку по которой сможете пройти и также оплатить данный счет самое главное вам нужно сейчас зафиксировать сумму со скидкой то есть нажав кнопочку заказать вы фиксируете эту сумму со скидкой ничего сложного нет думаю все понятно и еще хочу вам напомнить что если к вам не приходят рассылки иногда они попадают в спам вы можете пропустить важные мастер-классы я хочу вам напомнить что вы можете пройти в нашу группу вконтакте она называется онлайн мастер-классы красота рукодельная проходите и в правой колоночке находим кнопочку новые мастер-классы здесь нажимаете на нее перед вами откроются категории мастер-классов которые вы можете подписаться это мастер-классы по различным видам рукоделия по заработку и по творчеству из фоамирана сейчас я покажу вам как это сделать выбираете нужный для вас например по творчеству из фоамирана далее нажимаете кнопочку подписаться разрешить нажав эту кнопку вы разрешаете нашему сообществу присылать вам сообщение все вы получается подписаны на мастер-классы по фоамирану и за полчаса до начала выступления в те дни когда они будут проходить вам в личные сообщения вконтакте будут приходить оповещения эти рассылки приходят гарантированно 100% я сама их получаю каждый день кроме этих сообщений и оповещений вы будете получать информацию о проведении различных розыгрышей проводимых в группе и получать различные коды ссылок на мастер-классы и на записи эфиров нашей конференции заходите ознакомьтесь и конечно подписывайтесь на мастер-классы а на этом друзья мои я с вами прощаюсь желаю вам хорошего субботнего вечера хороших вам выходных творите время есть и ждем вас на новый мастер-класс уже в понедельник готовьте материалы чашечку горячего чая всех целую пока-пока пока Продолжение следует...